Доброе утро, друзья! Раньше, потому что мы постоянно что-то затягиваемся, и у нас это долго происходит. Чтобы разогреть народ, самому немножко освоиться. И, Сиротин, ты обалдел собирать на студию бабло? Нет, не обалдел. На самом деле, немножко нужно, всего лишь 10 тысяч рублей. Зато будет потом классно, классно будет. Но мы... Да, да, да. Все правильно пишут в ВКонтакте, Евгений, что... Я бы сам реально купил, просто сейчас реально нет бабла. Прям вообще нет. Прям... Прям реально нет. Это... Найт Вульф, вот Найт Вульф крутой чувак, он вчера закинул 616 рублей. Добил до цифры 666. Никита мне перевел, пока все это лежит, копится. В общем, просто в конце этой недели я еще сваливаю и... Ой, будет потом перерыв, так сказать, дней на 20. Я надеюсь, что получится и за границу мне вещать, или Тарас, Тарас меня подменит. Надеюсь. В общем, по традиции мы начинаем с того, что рассказываем про конкурсы, которые проходят у нас на портале. И прямо сейчас у нас их три, которые здесь записаны. На самом деле их пять, но два ребят сюда почему-то не заносят. У нас есть раздел конкурсов. Расположен на нашей форме. Ссылочку на него я традиционно скидываю. Заходите, смотрите. Прямо сейчас мы проводим три конкурса в этом разделе. Во-первых, это конкурс, в котором мы разыгрываем билеты на гранд-финал, который пойдет в Москве в эти выходные. По игре World of Tanks вы сможете выиграть проходочку. А также вместе с этой проходочкой вы сможете выиграть классные наклеечки на свою технику. Плюс мы разыгрываем три копии игры Willy Nilly Knight. Также в этом разделе три копии игры для настоящих рыцарей и принцесс, как написал Сиротин. В общем, тоже у вас есть шанс выиграть ключик на интересную игру. Она вроде не так дорого в стиме стоит, что-то рублей 300, наверное. Но, тем не менее, что-то ты рано стартанул. Да надо просто на молочку сегодня ехать, поэтому надо закончить ровно в 11 и до 12 успеть приехать в Москву, потому что молочка в 12 закрывается. Именно поэтому по вторникам я стараюсь как можно быстрее все делать. Плюс у нас проходит конкурс, приуроченный к второму сезону игры For Honor. В нем мы просим вас с помощью игрового редактора сделать красивую эмблему своего рыцаря и разместить у нас в теме. Ссылочку я также скинул. Плюс у нас еще идет два конкурса по аркейджу, но их почему-то сюда не добавляют. А, вот есть конкурс билдов в честь выхода обновления. Закрепленное объявление. На него тоже скину ссылочку. Участвуйте. В общем, молочка это что-то связанное с молоком? Да, это детская молочная кухня. Это на халяву. Когда дети рождаются, вам государство полтора года на халяву дает всякие там творожки, нетворожки и прочее, прочее, прочее. Но для этого нужно ходить там раз, один раз или в две недели на молочный пункт и их получать. А они работают что-то с пяти утра до двенадцати дня. То есть, обычно все люди, когда они живут, они ходят в молочку, которая у них около дома находится. Но из-за того, что я зарегистрирован в одном месте, а живу совершенно в другом, мне приходится ездить. Немножко неудобно, но да ладно. Вот. Алоха. Не Паша. Вот, друзья. Ну что ж, давайте начнем по новостям идти. Чтобы к двенадцати часам, к одиннадцати закончить, и я бы стартанул. Я люблю творожок. Может мелко его завести. Кстати, я... У меня когда дочка родилась, мы почти год молоко не покупали и кефир, потому что на халяву все давали. Ха-ха-ха. Очень классно. Я вчера, кстати, изучал скриншоты игры Wild West Online, и меня осенило Sirotin Tormus. Блин, эта игра делается по сериалу. Я такой, мать его, это же по сериалу сделана игра. Че я туплю-то? Да, на самом деле игра сделана по сериалу. Который, кстати, неплох, неплох. Ну да ладно. В общем, поехали. Ashes of Creation, новая порция игрового процесса, приключения мага. Смотрел я этот стрим вчера, но че-то какой-то он очень длинный был, часовой, и там ребят свет болтают. Не очень, я люблю. И показывают один и тот же геймплей, который тоже надоедает. Ну да ладно. Во время очередного стрима разработчики игры Ashes of Creation отвечали на различные вопросы своего комьюнити. Но самое главное это то, что они вновь показали... То ты, то ца... Как? Вновь показали игровой процесс при альфе. Они этот ролик уже сто раз показывали. Ничего не изменилось. Все то же самое показывается. Поэтому сегодня мы предлагаем вам посмотреть запись прямой трансляции снова. Если вдруг вы не видели вот эту хрень, которая крутится. У вас будет возможность увидеть мага из следующего стартовую локацию, пользовательский интерфейс, различные пассивные и активные умения, сражения с некоторыми противниками, дружественных NPC, небольшой лагерь живописной пейзажей, густые и темные леса, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Age of Creation будет как-то сокращаться. Вы знаете, просто был АОК, это был Age of Conan. Сколько они сейчас собирают на кикстаты? Я смотрю, 2 миллиона 263 тысячи. И 12 тысяч человек уже поучаствуют в сборе. Да, еще 11 дней. Ну, слушайте, кажется, уже до трешечки не доберут. Прямо снизилась скорость доната. АОК... Не будут использовать АОК, потому что уже было сокращение. Был Age of Conan. Также был... Что-то еще было. Не помню, в общем. В ВК-стрим сижу, жду такой главный. Сиротин втихаря уже начал. В ВК-стрим идет. Че-то гонишь-то. Вон там сидит, 80 человек смотрит. Длинно. В общем, короче, будет Age of Creation. Произносится не так сложно. Поначалу, правда, язык ломается. Ну, да ладно. В общем, по традиции я кидаю ссылочки в чатик. Заходите, смотрите. Про... Про мониторы не забудьте. Какие мониторы? Если показывают одно и то же, то знаем, что за этим стоит. Так игра в разработке, ее будут делать. Просто сейчас больше интереса к ней... Сократить, да. Ассасин Скрит. АОК. Мониторы АОК, да. Еще мониторы АОК есть, кстати. Ну да ладно. МАУНТАН БЛЕЙДЕ 2. МАННЕР ЛОРД. Вас ожидают массовые баталии. Сотрудники немецкого портала Геймстар пообщались с разработчиками игры МАУНТАН БЛЕЙДЕ 2. И... МАУНТАН БЛЕЙДЕ 2 написал. И удалось узнать следующее. ПОРОЙ В СРАЖЕНИХ ВЫ СМОЖЕТЕ УВИДИТЬ 500 И БОЛЕЕ БОЙЦОВ. ПОЕТМУ СТОИТ ГОТОВИТЬСЯ К ДЕСТРИТНО ЗАХВАТУЮЩИМ БАТАЛИЯМ. А ТАГЖЕ СТОИТ ГОТОВИТЬ ВАШ КОМПЮТЕР ДЛЯ ЭТОГО. В ПРОЕКТЕ ПРИСУСТВУЕТ РЕАЛИСТИЧНАЯ ФИЗИКА. ТО ЕСТЬ СМОЖЕТЕ РАСКИДЫВАТЬ ПЕХОТИНЦЕВ С ПОМООЩИ ВСАДНИКОВ. ИЛИ ЖАЗБИВАТЬ ВСАДНИКОВ С ПОМООЩИ ВСАДНИКОВ. ЕСЛИ С ПОМООЩИ ПЕХОТИНЁРОВ. СЛУЧАТЕ, НО ВОТ ЭТА ИГРА ВЫГЛЕДЕТ НАМНОГО ЛУЧЕ, ЧЕМ ТО ВОО ЧТО ГАРА ИГРАЕТ. КАРТА МИРА ИГРЫ ПРИМЕРНО В 4 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ. ВАМ ПРЕСТСТАЮТ УВИДЕТ СИСТЕМУ ДИНАМИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ СЕЗОНОВ ПОГОДЫ, ГОРОДА С НПСИ, МИССИИ И МНОГО ДРУГОЕ. А ТАКЖЕ У ВАЗ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗВЕСТИ СОБСТВЕННЫЙ ЗАМОК, СОЗДАТЬ АРМИЮ, СТАТЬ КОРОЛЁМ, КУПЦОМ, ИЛИ ГЛАДИАТОРОМ, СОЗДАТЬ СВОЮ ТОРГОВОЙ ИМПЕРИЮ, ВЗАМОДЕЙСТВУЮТЬ С ФРАКЦИЯМИ И НЕ ТОЛЬКО. Гаража играет, это же сингл игра, да, и ты можешь, не знаю, потихонечку развивать свою какую-то империю, ну, вообще прикольно, вообще прикольно, Европа, конечно же, или это даже не Европа, тихо-то спутал, смотрится прикольно, я бы с удовольствием играл, и если бы, если эта игра не взлетит, то я не знаю, это ты про что, Найтвульф, заходите, смотрите, скриншотики классные, видосики классные, ну, как всегда, лучшая передача на нашем канале вчера была, запись можете посмотреть у нас на новости, да, Конан Эксайл игра, пропишки, блин, надо, надо, мы с Тапиком в одной из передач, он показывал на Кикстартере пульт, который бы подставлял в стримы эффекты, Я бы вот на Конан Эксайл именно такой поставил, такой, у-пи-пи-пи-пи, так и вот, пока не стоит ожидать появления системы торговли между игроками, про Mountain Blade 2, да, спасибо за подписочку, креативный директор игры вновь ответил на вопрос в комьюнити, и на этот раз удалось узнать следующее, пишет Натур, Система вскарабкивания на объекты будет похожа на ту, которую вы наблюдали в ролевом экшене легенда о Зельде Но далеко не на все объекты удастся залезть Вам также не нужна будет специальная экипировка, чтобы вскарабкиваться на объект Хотя у вас получится раздобыть вещи, увеличивающие скорость вскарабкивания Поиск похудания, что ли? В будущем, скорее всего, вы сможете использовать рабов Я думал, было написано, что вы используете рабов, чтобы вскарабкиваться быстрее Гиены смогут стать вашими питомцами Система автоматического скачивания модов и аддонов будет введена Пока не стоит ожидать появления системы торговли между игроками Возможно, по миру игры будут бродить небольшие отряды NPC Речь идет не об агрессивных армиях NPC, которых разработчики рассказывали в прошлом интервью Но по команде, короче, необходимо поработать над улучшением искусственного интеллекта Кстати, куда делся его мифического напарника? Тарас был... Был... Нет, Тарас, что-то он... Он зашивается с материалами и по утрам там у него что-то какое-то... Шутканул Орвышегор Да... Ну окей, в общем окей, посмотрим, посмотрим Игра про письки, народ тащится Слух Гвинт, Ведьмак, карточная игра Разработчики приготовили для нас CGI трейлер И чё? Слух 24 мая уже завтра начнется открытый бета-тест коллекционной игры Гвинт, Ведьмак Будет сброшено... Ай, спасибо за подписочку Будет сброшен игровой процесс Все участники ЗБТ получат бочки с картами и не только А также в игру, скорее всего, будут добав... Ой, прибудут новые игроки Ну нифига себе, в открытой... Уже, мне кажется, все, кто хотел поиграть в Гвинт, уже в него играют Судя по двум новым тизер-роликам на твиттер-странице проекта Уже совсем скоро команда покажет Людям CGI трейлер Гвинт В котором точно будут присутствовать Цирилла, Фиона, Эллен, Рианор Почему просто написать Цири? И Геральт из... А, это, наверное, просто натура... Количество символов набивал в новости И Геральт из Ривии А, ведьмак можно было еще прибавить Геральт из Ривии По прозвищу Мясник из Балак... Откуда он там? Балак... Балак... Балакеля какого-то Балаклавы Не знаю А... Спит Тарас, не беспокойте Возможно У него желтенький скайп Натер Если вы до сих пор не знакомы с Гвинтом То в данном проекте у вас будет возможность Выбрать одну из фракций Вы на самом деле можете играть разными фракциями Не только одной Собрать колоду Сразиться с различными противниками Полюбоваться артами карт Бла-бла-бла Бла-бла-бла В общем, ну ок Мясник из Балавикена Да Да, да В общем, видимо, крутой Геральт тоже классный Террорист Далее Три Хаоса Уотер Первый этап тестирования Че? Три Тричерус Че это такое? Короче, непонятная игра какая-то Что за дебильное название вы придумываете? Она же Джастис Первое тестирование китайской версии ММО РПГ Должно начаться в июле этого года Она же Джастис Она же... Игра называется Джастис Но у нее есть дурацкое название Которое Тричерус Тричерус Вотерс Какие-то, в общем, воды Я не знаю, что это слово означает И вот Во время специального мероприятия Сотрудники компании NetEast С которыми работает Mail.ru Сообщили, что Стартов тестов стоит ожидать 21 июля Друзья, в общем Если вы следите за компанией NetEast То вы можете понимать То вы можете понимать Какие игры Возможно, могут быть локализованы На нашем рынке Потому что Mail.ru достаточно тесно сотрудничает С данной компанией Еще одну китайскую игру Но не надо Не надо Если вы захотите принять участие В тесте То в ближайшем будущем Не забудьте посетить официальный сайт Чтобы оставить заявку Кроме того Разработчики Выложили новый трейлер Демонстрирующий Кое-какие Кат сцены И кусочек Игрового процесса Тречес Думаю, что тречес 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 Тречерос Ватерс Не знаю В общем Смотрится пока что-то непонятно Ну, китайщина Как вот сейчас Сейчас много игр таких любят Вот тут Когда вот один бегает Бьет Это вот и Black Desert Такой И Показать другие видео И Всякие там Lost Ark Линша Тернл Тоже, наверное Дота 2 Нави победили в зрительском голосовании И посетят мероприятие Эпицентр Удивительно Кстати, Андрей Сегодня 23 число Да Это замечательно Ищу свою половинку Очень хочу семью детей Пишите, кто тоже ищет Я умею готовить Люблю природу Лес, рыбалку Увлекаюсь видеосъемкой О себе О своем видеоролике Пишет нам Евгений Поляков У которого На аватарке ВКонтакте Изображен BMW И Евгения Мы отправляем В бан Ну вот Спасибо за подписочку Так На прошлой неделе Команда Нави В дисциплине Дота 2 Не смогла отобраться В квалификации На грядущий турнир Эпицентр И поэтому В общем Устроили Зрительское голосование И Конечно же Конечно же Зрители выбрали Нави Для участия В эпицентре И как написала Шенвейл Стоит отметить Что и Нави И компания Virtus.pro Принадлежат Холдингу И S-Force Я хочу Мемошку Чтобы боевка Была Как Слипинг Дог Да В общем Эпицентр Пройдет В Москве С 9 по 11 июня В московском Стадионе ВТБ Ледовом Я еще буду 10 числа Я улетаю Может быть 9 схожу Посмотрю Что же Black Desert Как бы Вспомнишь о нем Вот и он Основные события Прошлой недели 4 выпуск От Гара Гарро 23 числа Что заиграл Mail.ru А ну анонс Будет сегодня Мы про нее завтра Поговорим А я не знаю Кто говорил Что сегодня Будет анонс Да Ну ок Ок Дайджест В общем Гара подготовил Для нас с вами Новый выпуск Хроник По игре Благодаря Подвещенный Всевозможным Событиям Которые Произошли Недавнее время На этот раз Вы сможете узнать Когда стоит Ожидать выход Обновления Камасильва Камасильва И старт Приема заявок На перенос Персонажей С Pay2Play Сервера На Free2Play В русской версии игры Как скоро Страйкер Станет доступной В англоязычной Версии проекта Появится ли Пробуждение Страйкера На корейских Серверах На этой неделе Как Как В общем Много всего Какого Да Ссылочку На новость От Гара Я скинул Уже Посмотрите Зайдите Андрей Как ты Оцениваешь Игру Ash of Creation Столит ли Начинать Играть И Будет ли Это Копия Аркейджа Спрашивает меня Александр Сафронов Из Вконтакта Александр Игра будет доступна Через 2 года Стоит Начинать Играть Прямо Сейчас У меня Все В общем Да Александр Следите За новостями По игре Мы Периодически Пишем Про даты Тесты И все Прочее Ждать Можно Начинать Прямо Сейчас Но только Не ждите Усильно Ждите Так На расслабоне Поигрывайте В какой нибудь Там Call of Duty Лигу легенд Или еще что то И когда выйдет Действительно Хорошая игра Вы забросите Свою какую нибудь Игрушечку И такой О Наконец-то Вышла Какая то Достойная ММО Можно пойти Поиграть Вот в таком Режиме Это относится Кейджи в Креэйшн Это относится Клинши Тернл Которые кстати Отложили Это относится Кейджи в Ушу Это относится К Дарк Эн Лайт Это относится К Ло Старк Который хрен знает Что там тоже делается Что еще у нас там Ожидаемое Ожидаемое Хрен его знает В общем Андрей Когда нормальные рейтинги Для базы данных Игр сделаете Когда базу новую Сделаем Тогда и рейтинги сделаем Сначала сделаем Сделаем новый сайт Я надеюсь Что сайт В течении месяца Новый Вы увидите Или хотя бы я увижу Так Полезные гайды Обзоры За прошлую неделю По понедельникам Традиционно Мы выкладываем Подборочку Материалов Которые мы Делаем За неделю И вы можете Почитать Собственно Мы их обычно Просто в новостях Обсуждаем Ежедневно А тут они все Собраны За неделю Так что вы можете Спокойно зайти И посмотреть Что значит Бросить Через два года Есть информация Что Вов закроют Вов нет Зачем его закрывать Вов живет Живее всех живых Я бы сказал Он как Вов он как Ленин Короче Лежит И все боятся Его сместить С места Сместить С трона Дэстони 2 Будет лучше Увервотча Ну когда будет лучше То увервотч Тогда и посмотрим Они Разные Вы же понимаете Что Близзард Не будет делать Игры Которые Будут конкурировать Друг с другом Это тупо Тупо Это тупая Бизнес модель Делать Одну игру Чтобы она конкурировала С другой Они все рассчитаны На свою аудиторию И Дэстони В первую очередь Рассчитана На консольную аудиторию И она Про сюжет А овервотч Это Сессионный Шутанчик Как оцениваешь Фейл 101xp На Близз И стоит ли Доверять В их Икарусе По поводу Близз Я уже выразился Что это Полный провал После моего Выражения Ребята Из 101xp Сказали что С Гохой Больше не будут Дружить Потому что Андрей Позволяет Себе Высказывать Вслух Такие слова По поводу Икаруса Не знаю Друзья Дождитесь Когда игра Запустится И если Отклики Будут прям Волшебные Люди будут Просто наяривать Там у себя В штанах И говорить Что это лучшее Что случилось С ними в жизни И играйте Никаких предзаказов Никаких Ранних доступов Я вообще В играх Не рекомендую Вписываться В какие то Ранние истории Потому что Очень часто Люди Обманываются Очень часто Их обманывают Плохие Издатели Разработчики Которые Врут Постоянно И поэтому Вы Я рекомендую Вообще Во все эти Ранние доступы Ранние истории Предзаказы Мне не нравится Эта тема Я советую Участвовать В предзаказах И ранних доступах Только если Вы на 100% Уверены В издателе Либо В разработчике Да То есть Вы знаете Что например Есть там Горилла Геймс Который Сделал Хорайзен Или есть там Какой нибудь Кто Фар Край Вот например Мне серия Фар Край Дичайше нравится И Я так как выйдет Уже анонсирована Пятая часть Я бы с удовольствием Предзаказал Пятую часть Фар Края Потому что Блин Но мне она нравится И да У юбисофта Есть плюсы Есть минусы Но мне Она Лично мне Она нравится И поэтому Я буду играть Я ее предзакажу Но мне например Не нравится Абстрагируемся Да Так Гипотетически Просто там Не знаю Call of Duty И поэтому Call of Duty Я не буду предзаказывать Я дождусь Когда она выйдет Посмотрю Обзоры Почитаю Почитаю Посмотрю На метакритики Оценки Посмотрю Стримы И если Мне понравится Я ее куплю А если Нет Ну это То же самое В мире ММО Есть игры Которые Мне нравится Концепт Ashes of Creation Мне игра понравилась Мы как-то начали Усиленно за нее топить Все ок Мне нравится Концепт игры Wild West Online Я не буду в нее Донатить Но я за ней Слежу активно И если Мне что-то там Еще больше понравится Возможно я вложусь Но я за ней продолжаю Слежу Мне нравится Dark and Light И нравится Эжу Фушу У них есть Интересные механики И Их делают Не совсем Долботрясы Да Как бы Их делают Снэйл Геймс Которые сделали Не очень удачную Легенду кунг-фу Но она была Революционная В плане В своем Там были какие-то Новые механики Она в принципе Она могла быть классной Если бы они Издатель Который запускал У нас в России Это был кто Ментал Геймс Кажется По остальным играм Как бы Вот Неблесный Револейшн Мне не понравились Я в них даже не играл Они мне изначально Не понравились Это не значит Что это игры плохие Но Мне они не понравились И я не смотрел Их в раннем доступе И Я их не играл На релизе Хотя доступ у меня есть Но потому что Мне не нравится Я не хочу играть В то что мне не нравится И При этом Не знаю У нас есть HNVL Которому нравится Револейшн У нас есть Гара Которому нравится Black Desert Я тоже не играл Меня от него Что-то тошнило Там графика такая Что прям пипец Поэтому я Рекомендую вам Ориентироваться На Ваше чувство На проверенных Вами Экспертов Не знаю Но есть Для каждого человека Есть Как называется Опинион лидер Лидер мнения Человек который Это может быть Лидер вашего клана Либо это может быть Какой-то ресурс Как Гоха Где Что-то обозревается Вам нравится Мнение Гара Очень многим Нравится мнение Гара Несмотря на то Что он может быть Какой-то местами Неадекватный Но зато он Очень крутой эксперт В каких-то играх И мне многие знакомы Говорят Блин Мы узнали про Гоху Когда послушали Гара Встретились с ним В клане Он рассказал И он прям Действительно крутой чувак Или вот там Да там Там Life is Feudal Тера Его там Какая-то тематика Стримы Вот он сейчас Что-то заморачивается А есть Люди Которым вы готовы Прислушиваться В остальном Предзаказа нет Ранний доступ нет Донат Сиротину Да Потому что Надо Надо Потому что Сиротин Не соврет Так что Вот Что Мой монолог Закончился Многое наговорил БДО Слишком много эффектов Да Согласен Я поэтому В него не играю Far Cry Выходит Раз в два года Вполне стабильно Балансируя Около 8 из 10 Да Мне нравится История Интересная Quake Champions Играл в Quake Champions Очень интересно У него играть С друзьями Одному Долго Хрен его знает Не получается У него играть Я на нем Тестирую Все свои компьютеры Потому что Она действительно Играет такая Из детства Быстрая Динамичная Я очень люблю Railgun Но меня Дико Вымораживает Что он С одного Раза Не убивает Надо По два Раза Стрелять И это Грустно Пару Недели Уже нет Регулярной Статьи Релиза Предстоящей Недели Сказал Appleman Потому что Тарану Уволили Поэтому и Нет Да У поляков Оптимизация Стал Уже будет Что-то Внятное О чем Они Смогут Рассказать Поэтому Пообщаюсь Узнаю В общем Лига Легенд СКТ Вновь Оказались Лучшие В мире Но это Мы вчера Обсуждали Что они Выиграли Турнир MSI Обыграв Кого Они Обыграли G2 Да Calibre Вот кстати На DevGami Выставка Проходила В Москве Пообщался С сотрудниками Wargaming Которые Делают Игру Calibre Студия Находится В Москве Я Думаю В июне Постараюсь Что-нибудь Прикольное С ними Сделать Либо Какое-нибудь Классное Интервью Будет Либо Может быть Смогу К ним Съездить Они Сказали Что Пока Не хотят Показывать Что там Как у них Устроено В плане Видео Вот Так Вы о чем Так Расскажи Про Guild Wars 2 Я проще Не очень Люблю Open World PvP Стоит ли Играть Guild Wars 2 Да Очень крутая Игра Поиграйте Тем более Там кажется Первая часть Сейчас Бесплатная Которую Я в свое Время Покупал За бабло Как тебе Albion Online Как неделю Купил На самом деле Альбион У меня есть Я за ним Следил Уже 2 года Как слежу Но дико Надоели Тесты Которые Происходят В игре Они уже 2 года Длятся 17 июля Этого года Игра Выходит в релиз И уже С этого момента Можно будет В нее играть Нормально Смотреть Развиваться Больше не будет Ни вайпов Ни откатов Ничего Обновление Поставят И все будет Классно Это реально Хардкорная игра Там Full loot Вас убивают С вас все падает Идете снова К себе В домик Снова Одеваетесь И пойдете Пытаться Убить Врагов Или нет Не знаю В общем Увидим В июле Летом Будет Будет Несколько Хороших Игр Поэтому Будет Чем Заняться Да ладно Калибр Вы не сможете Поднять Трофейное Оружие Вот видите В калибре Все наоборот Разработчики Игры Третьего лица Калибр Ответили На Различные Вопросы Игроков И на этот раз Удалось Узнать Следующее Пишет Карту За Две Или Три Минуты В бой С собой Удастся Захватить Не более Трех Типов Оружия И В миссиях Присутствует Механизм Пополнения Боекомплекта Вы не сможете Подбирать Экипировку На поле Боя Ого Реализм Команда Привлекает К тестированию Различного Рода Людей Разного Возраста Например В этапе Тестирования Попавшим На видео Разработчики Изучали Как воспринимают Калибр Люди Старше Тридцати С определенным Опытом Но не стоит Беспокоиться В тесты Попадут И более Молодые Игроки Дело в том Что Калибр Делает Компания Wargaming У которой Мы знаем Что Большая Аудитория Играющая В World of Tanks И платящая Это Люди Как бы Взрослые Тридцать плюс Даже Я бы сказал 40 плюс Ладно Подробности О планах На другие Режимы Скорее всего Станут Видны Позже Я для себя Узнал Что Калибр Это Оказывается Не только Пве Игра Но и Пвп Как Я Как Раньше Думал Что Это Только Пве Теперь Это Еще И Пвп Так Что Ок Я думаю Будет Будет Интересно Как Минем Мне Интересно Что Ребята Сделают Потому Что Пришли Ребята Из Мейлру Которые Делали В Мейлру Варфейс И Варфейс Это Вы знаете Это Топовая Игра В СНГ По Стрелялочкам Она Бесплатная И Она Номер Один Соответственно Там Бабла Много Там Игроков Мне нравится Оружие Там На Время Покупаем Или Еще Что Например В Том же Квейке Тоже Оружие Чемпионов Вы арендуете На Сутки И Ок И Норм В Танки Одни Старики Играют Пенсионеры Не Согласен С тобой Русский Ответ За Дивижн Нет Дивижн Это Опен Ворлд А Калибр Это Не Опен Ворлд Так Что Будем Следить Пока Информации Не Много Привет Привет Здрасте Мне кажется У нас Вконтакте Одни девушки Собираются Девушки Вы живые Или Вы Твинки Откуда Вас Там Столько Платинум Геймс Готовит Новый Проект Торговая Марка Скелбаун Сохранена За Компанией А Как Борода Поживает Митек Митек Уже Давно А Без Бороды Вообще Отлично Поживает Он же Продюсер Кстати Ревелэйшн Хорошо Молодец Ае Интересные Новости Приходят Из Японии Где Представитель Знаменитой Студии Платинум Геймс Хорошо Известный Фанатом Экшн Играм По Таким Проектам Как Нир Автомата Байонета И Ванкиш И МГС Объявила О начале Работы Над Новой Игрой Во Время Выставки Бит Саммит В Киото Продюсер Студии Рассказал Что студия Начинает Работу Над Новым Проектом Причем В нем Будет Задействован Новый Гейм Директор Гейм Директор Кроме Того Компания Решила Отказаться От планов Выпуска Одной Игры В год Ради Более Длительной Разработки И Более Высокого Качества Кроме Этого Стало Известно Что Отмененный Макрософт Проект Студии Скеллбаунд Который Должен Был Стать Эксклюзивом Для Платформы Xbox One Все же Выйдет Свет Ведь На Прошлой Неделе Стало Известно Об Обновлении Торговой Марки На данный Момент Платинум Разрабатывают Три Новых Проекта В том Числе Мобильную Игру Lost Order Lost Order Что Тут Чуваком Ааа Он будет Вместе С драконом Все Хреначить Я Где-то Кстати Такую Механику Видел В рекламе Этой же Игры И увидел Алоха На тебя Приятно Смотреть Пишет Юлия Привет Юлия На тебя Тоже Да Периодически Вижу Твой Инстаграм Я Счастлив Нравится Когда человек Постоянно Счастлив То ли он Под таблетками То ли у него В жизни Все хорошо Будьте Счастливы Друзья Далее Поехали Ходячие Мертвецы Объявлена Дата Выхода Последнего Эпизода Оцените Насладиться Заключительным Эпизодом Игры Ходячие Мертвецы Фанаты Смогут Совсем Скоро Можно На этом Поставить Точку И Новость Заканчивается Запуск Состоится Уже 30 Мая На всех Платформах А также На мобильных Платформах iOS И Android Если Вы Являетесь Обладателем Сезонного Абонемента То Можете Автоматически Загрузить Новую часть Сразу После Выхода Сможете Обценить Обценить Оценить Новинку Бла 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 В общем У нас Walking Dead Играет Алина Но Она Сваливает Кажется В Таиланд И Все пропускает Друзья Если вам нравится Мир Ходячих Кстати Я не досмотрел Все шикарно Я счастлив Да Да Юля Молодец Юля Класс Короче Последний эпизод Ходячие мертвецы Играйте Потом будет играть Потом будет уже Новый сезон Этих Стражи галактики Ой Final Fantasy Да сколько уже можно то Сегодня пройдет новый стрим Посвященный Обновлению Продюсер игры Сегодня Точнее Он уже вчера прошел Наверное Поэтому Если вам интересно Можете посмотреть В Таиланд В Таиланд Уезжает Алина А приедет уже Алин Алин А ну с мужем едет Нет Алин не приедет Давным-давно Была игра Dragons Как-то так Там была девушка На драконе Летать можно было Играть 90-х годов Ну может быть У нас появился Еще один материал По игре Плеера No Battleground Кстати у нас Сделали раздел По данной игре Немножко запоздало Но тем не менее И Стали Стали генерить Какие-то материалы Так вот Органаки Чиран материал Или Химера Или Органаки В общем кто-то Написал материал Про снаряжение В данной игре Для чего оно нужно Где его найти И Че оно дает Очень интересно Если вы Хотите более детально Разобраться в игре Самое оно В общем Алин с женой Far Cry 5 Инсайдер раскрыл Подробности о сюжете Ну Новость будет дальше У нас Потому что вчера Еще скриншоты выложили Да Поэтому мы потом Следующее почитаем Pokemon Go Летом в игре Появятся легендарные Покемоны Спрашивает нас А Шинвейл В свои новости Это Он нам будет Рассказывать Что они появятся Или он у нас спрашивает И мы должны Дойти в новость Такие Нет конечно же не появятся Или да Конечно же появятся Ааа комар Ёп мать Комары уже завелись В Pokemon Go Доступны все Покемоны Первого и второго поколения Практически Все Ведь до Сих пор Легендарные существа К примеру Запдос Находящиеся на эмблеме Team Instinct Оставались вне мобильной игры Но кажется Разработчики собираются Исправить данное упущение Причем Сделают они уже Это этим летом Отвечает На свой же вопрос Ашинвейл Нет не появится А зачем раздел Когда там Контента Раз два И обчелся Антон Потому что Все играют Всем интересно Мы сделали Чтобы люди могли Излить свою душу И обсудить Как у них пригорает В данной игре Потому что в данной игре Реально у всех пригорает Потому что Неожиданно все Все неожиданно В команде Раки На карте Тоже раки Везде все сложно Превью В общем Наш Тарас Слетал В Лос-Анджелес Распечатал Так сказать Американскую Свою визу И написал Большой материал По поводу того Как ему Игралось в Destiny Поиграть он смог И на консоли И на ПК Писал сюжетный Поворот Механики И так далее И тому подобное В общем Destiny 2 Игра Про которую Уже всю неделю Что-то шумят Можете зайти И посмотреть Кстати Во вторую часть ПК-бояре Как вы заметили Да Смогут сыграть Наконец-то Они прикоснутся К прекрасному Да Ссылочка Скинул уже Молодец Сиротин Муруинт Elder Scroll Online Начался Ранний доступ Для Обладателей Предзаказов Вы видите Смотрите Уже используют Мою терминологию Destiny 2 Это Warframe Для богатых Паладин Совервач Для бедных В общем 22 мая Стартовал ранний доступ В игре TES Online Morrowind Несмотря на то Что релиз дополнения Состоится Аж 6 июня Уже сейчас Все игроки Оформившие Предзаказ Смогут Отчать свое путешествие По Остеру Вандервафель На самом деле Нет Варденфелл Компания Zanimax Online Подготовила Подробный Гайд для новичков Чтобы начало приключений В новом Дополнении Прошло Как можно Лучше Кстати Там появился Новый класс Варден За который Скорее всего Все Кинутся Играть Ссылку Я уже скинул Можете зайти Почитать Посмотреть Обсудить Обновления Большие Обновления В играх Типа Тест Online Это Классно Также Вчера Никита Проводил Стрим По игре Тера Он у нас По Тере Проводит Стримы Проходят Они Катакомбы Светилища Велики Я почему то Думал Что велики Это велосипед А это Завод так Богиню Кажется Запись Стрима Вы Можете Посмотреть У нас Я ссылочку Скинул Да На стриме Destiny 2 Разработчик Сказал Спасибо Большое Бета Тест Будет на Консолях Теперь Мы Выпустим Destiny 2 Для Всех Ага Ну это Может быть Он Типа Потролил Что Первая Часть Это был Тест Консольной Версии А вторая Для всех Чтоб ПК Бояре Смогли Прикоснуться К прекрасному Как я Уже Говорил Также Товарищ Скиф Посетил В Питере Мероприятие Которое Называется Эпик Кон Фестиваль Комиксов Кино И сериалов Вот так Выглядит Это В Питере Похоже На большой Такой Рынок Птичий Его Отчет Можно Посмотреть Также У нас На форуме Почитать Его Мнение Посмотреть Вот это Видео С его Комментариями Заходите Если Вам Будет Возможно Вам понравится Его Влог Почему У меня Слово Влог Как-то Странно Звучит И в онлайн Ввод Нового Типа СП Инъекторов СП СП Это Поинты На которые Вы все Изучаете Так вот В прошлом Годор Заработчики Игры Добавили В игру СП Как Это Называется СП Ин Экстракторы Которые Позволяют Капсулерам Извлекать Часть Изученных Очков Навыков И Передавать Их Другим Пилотам То есть Короче Вы Прокачали Свой Уровень Воткнули В себя Инъектор Отсосали Отдали Другую В нубу Вкачали И нуб Сразу Надулся Хоть Торговлю Персонажами За игровую Валюту На форуме Никуда Не делась Это Привело К созданию Нового Рынка Непосредственно В новом Эдеме Теперь Компания Разработчик CCP Games Решила Сделать Торговлю Пойнтами Чуть Более Доступной Для Чуть Более Доступной Только Для 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 Только Начинающих Игроков Для Только Начинающих Игроков Для Начинающих Игроков Просто Уже Завтра То есть Сегодня Существующие SP Инъекторы В которых Хранится 500 Тысяч Очков Навыков Получат Приставку Большие Я кстати Вот Когда Прокачивался Я себе Хотел Такое Потому что Хочу Мало Мало Этих Очков А их Не давали А у Игроков Появившие Возможно Создать Маленькие Спы Короче Будут Большие Маленькие Средние И так Далее До 30 Тысяч Очков В общем Можно будет Прокачивать Уже И Нубиков И Это Круто Между прочим Потому что Я бы Действительно Хотел Вот это Получить Когда я прокачивался Сиротин В этом году Едешь В Лос-Анджелес Будет ли Влог Оттуда Да Еду Еду на следующий день Сначала В Тайвань Там будет Выставка Компьют Экс Железо Посвященное Будет Влог Оттуда А затем Пойду В Лос-Анджелес На Е3 И будет Влог Оттуда Так что Вот Так Unformed Готовится К выходу Новый платформер В 2017 Году На консолях И ПК Выйдет Новейший Платформер От компании Blackfire Games Разработчики Взяли Фольклор Древнего Китая И приправили Все это Элементами Фантастической Истории Лавкрафта События Игры Разворачиваются В мире Где все Одержимы Бессмертием Властолюбые Правители Запрещенные Культы И духи Встретятся На пути героя В большом Количестве Эксперименты С вечной жизнью Будут стоить Жителям долины Слишком дорого От шум Короче Короче Я звоню Из Сочи Короче Я в такие игры Наигрался В детстве И вот сейчас Ну не хочу я Играть На Больших компах В такие игры А вот Например На Плейстейшн Вита Нинтендо Свич Или Тидс Да Спасибо за подписочку А ну тупость заключается в том Что они еще будут Собирать бабло На Доработку проекта На кекстартере Шеймон Ю Разработчики Из Блэкфайр геймс Стыдобан Дота 2 Дота 2 Еще один игрок СНГ Усилил Малайзийскую Команду Минески У нас уже была На той неделе новость Что В компании Минески Появился Один игрок И вот Теперь их там Два В общем Какая-то пошла Странная мета Потому что Все вроде считают Что корейские игроки Самые классные Или китайские И их переманивают А тут Изразии В Малайзию Ну посмотрим Что из этого Выйдет Вчера кстати Видел Какие-то у нас Коллеги Стримили Импакт Винтер Давайте посмотрим Что же это такое Компания Бандай Намка Интертеймент И Моджа Бонс Готовится выпустить Свой Постапоглиптический Приклюзтический Сурвайвл Проект Импакт Винтер Релиз ПК-версия Состоится Уже завтра 23 мая Позднее В 2017 году Проект выйдет На платформах Плейстейшн 4 И Иксбокс 1 Разработчики Апубликовали Новый трейлер Знакомящий Игроков С событиями Игры Кстати Я вчера Читал про Октиджин Not Included Новость И мне Кто-то в стиме Подарил Игру За что Большое спасибо Люди Вы прям Мне было очень Я после стима Зашел такой На почту Я такой Вам Пришла Игра Я такой Нифигаси Я ее даже Скачал Я еще не успел К сожалению Дел Дел Миллион В общем Действие игры Происходит Найтвульф Ну Найтвульф Найтвульф Класс И действие И действие Игры Происходит Кто-то В стиме Это я Действие Игры Происходит Заснеженная Постополитическая Пустыня Где нет Никакой Надежды На спасение Робот Робот Компонент Главного Героя Акалайт Надо было Назвать Алкалайт Перехватывает Радиопередачу Которая утверждает Что помощь придет В течении 30 дней В общем Нам надо 30 дней Выживать Я Я уже видел Такие там Как-то игра Была еще Называется Она 8 Кажется Похожая Стилистика Я бы поиграл Было бы больше Времени Так что Если у вас есть Время Советую Посмотреть Опять Destiny 2 На консольных Версиях Будет ограничение По фпс Поэтому даже На playstation 4 Про Не будет 60 фпс Я еще Элиту Скинул Он сегодня Нам стрим Обещал Я бы сам Поиграл Действительно Я вчера Думал Поиграть Но что-то Прям Вот Не успевал Прям пипец Мне нужно Доделать Два обзора Еще Я вчера Ноутбук Сделал Видео Записал Надо сегодня Будет текст Сделать И Монитор Остался И я могу Со спокойной Душкой Сваливать В командировку Короче В Destiny На консоли Не будет 60 фпс Пока Бояре Ликуют Такие Отсосите Отсоси У красно-белых Middle Earth Shadow Far Новый Геймплейный Тролик Тролик Ролик Штурм Форта Игра Которую я жду Первая часть Мне очень Понравилась И вот В эту игру Я буду Играть Потому что В ней Можно Очень эффектно Убивать Орков Это прям Вообще Просто ты ходишь Режешь 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 И ты такая Кайфушка И стреляешь Из лука И тут еще Много разных Новых способов Убийства И ты прям Кайфуха В общем Монолит Выпустил Новый ролик Для игры Middle Earth Shadow of War Посвященный Штурму Форта В игре Игрокам Покажут Как Телеон И Килибримор Освобождают Хорошо Охранение Форд И сражаются С армией Орков Ролик Был записан Во время Специального Мероприятия Которое Организовывала Компания Warner Bros Entertainment Специально Для журналистов Я кстати На Е3 Хочу Игрокам Посмотреть Думаю Будет Очень круто Давайте Я вам ссылку На ролик Скину Вы можете Посмотреть Я хочу Мультиплеер Заорков Средневековья А поиграю Вархаммер Спейс Марин Или как он Вархаммер Есть какой-то Заорков Лоу Брейкер Официальный Синематический Трейлер У нас На портале Также Размещен Студия Boss K Выпустила Новый ролик Командному Шутеру Лоу Брейкерс Ролик Демонстрирует Некоторых Персонажей Их способностей Кроме того Разработчики Объявили о том Что В рамках Выставки Е3 2017 Состоится Презентация Проекта В том числе Покажут Плейстейшн 4 Версию Несмотря на то Что разработчик До сих пор Не объявил Точную дату Релиза Ни на ПК Ни на Плейстейшн 4 Игры Уже известна Бизнес модель Игра будет стоить 30 бачинских Никаких Сезонных Абонементов И покупных Предметов Которые повлияют На баланс игры Не планируются Все так говорят Все так говорят И все обманывают В общем Все дополнения Будут бесплатные Напоминаем Что Вчера Кончилась Очередная Стадия Закрытого Бета Тестирования Игроки Уже смогли Оценить Местного Кибернетического Ниндзю Врайта Новую карту Реактор Режим Блицбол Режим Наблюдателя И другие И другие Нововведения Ой Делает обзоры с сервера Grand Canyon в игре Линдж 2 Classic. И вы можете почитать обзор за прошедшую неделю. Уже он у нас готов. Заходите, смотрите. Пожалуй, это самый горячий сервер игры. Все время очень много людей и осаждают рейдбоссов. И присутствуют на наших стримах, порталах и... Ой, смотрят, стримах, стримах, да. В общем, интересно. Мы вернулись к Far Cry 5. Тизеры проекта. Вчера они появились. 22 мая компания Ubisoft анонсировала новых 4 тизера приключений экшена Far Cry 5. Давайте я вам ссылку скину. Потому что у меня звук не включен. А вы бы смогли это посмотреть. Штат Монтана. Город называется Хоп Каунти. Каунти это не город, это типа район какого-то. Не знаю, область. У нас это область, а в Америке Каунти. Вот, сколько, 1, 2, 3 ролика выложены. Показывают они природу американскую. И локации, где будет разворачиваться игра. С помощью коротких видео подтвердились ранее опубликованные слухи относительно сюжета игры Far Cry 5. Действия новой части будут происходить в Монтане. Видео вы сможете увидеть. Комар сел на джойстик для Плейстейшн. Вот так будет со всеми, кто сядет на джойстик для Плейстейшна. Мой. Действия новой части будут происходить в Монтане. В видео мы можем видеть очень красочную и реалистичную графику местных пейзажей. Гористые локации, просторные поля с храмом. Другие локации игры предстанут во всей красе. Можно сказать, что Far Cry будет действительно красивым. Действия будут разворачиваться вокруг религиозного культа. И главного героя ждает борьба с одержимыми последователями секты Апокалипсиса. Я уже записался на сессию на Е3 компании Ubisoft. Ой, один. Один ролик не прогрузился. Надо будет попросить поменять. Так что я думаю, что с Е3 я выйду, посмотрев ролик, и расскажу вам, что же там классного. 26 мая мировая премьера. Я думаю, больше информации дадут, так что ждем. Да. 26 мая будет от Ubisoft. Новый Dragon Age все же находится в разработке. Так, это было анонсировано компанией Electronic Arts. Окей. И Heroes of the Storm. Давайте ссылочку на Mass Effect скину. Ты в Warface играл? Играл. Heroes of the Storm советую для новичков. Последняя новость за вчера, друзья. Скину вам. Здрасте. Потому что мне надо убегать уже 44 минуты. Я специально начал пораньше. Извините, что сегодня так все скомкано вышло. Завтра, обещаю, будет по длине у нас стрим. И я вам больше расскажу информации. По традиции мы начинаем в 10 часов утра. Сегодня начал на 15 минут раньше, чтобы закончить на 15 минут раньше. Давайте еще раз напомню, что у нас проходит несколько конкурсов на портале. Вы можете выиграть билеты на гранд финал по игре World of Tanks на эти выходные. Которая будет проходить в Москве в ледовой арене ВТБ. Также вы можете выиграть 3 копии игры Willian или Knight. Это РПГшка тактическая. Тоже можно пойти по ссылке и урвать ее. И... И... Но завтра наверстаем. Здесь в 10 утра. Приходите. Все будет хорошо. С вами был Андрей Сиротин. На сегодня пока. Увидимся завтра в 10. Продолжение следует...